Всем привет! Сегодня собрал для вас очередную подборку свежих инструментов с Алиэкспресс. Ссылки на все товары оставлю в описании под видео, а в конце по традиции будет конкурс с очень простыми условиями. Результаты прошлых конкурсов публикую на лайв-канале. Набор для сборки часов представляет собой конструктор для сборки ламповых часов на газоразрядных индикаторах в стиле ретро. Набор включает в себя платы и полный набор компонентов для сборки, поставляется в комплекте с радиолампами. В конце увлекательной сборки вы получаете готовое изделие, которое будет радовать вас теплым ламповым светом. Набор предназначен для обучения навыкам пайки, чтения схем и практической настройки собранных устройств, позволяет радиолюбителю понять, как работает микроконтроллер. Будет интересен и полезен при знакомстве с основами электроники и получении опыта сборки и настройки электронных устройств. Точилка для топоров и ножей является идеальным дополнением арсенала инструментов садовода. Данное приспособление из линейки ухода за садовым инвентарем позволит поддерживать лезвие рабочих ножниц и топоров в отличном состоянии. В основе данного приспособления имеется специальный керамический камень, при помощи которого можно быстро и эффективно поправлять состояние режущей поверхности ваших любимых инструментов. Качественный и своевременный уход за садовым инвентарем позволит не только сохранить ваши ножи и топоры, но и значительно продлит срок их эффективной эксплуатации. Пятипалая кольчужная перчатка подходит для обеспечения полной безопасности при работе с ножом в различных сферах деятельности. Выполнена в виде плотной сети колец из прочной нержавеющей стальной проволоки диаметром 0,5 мм. Имеет относительно небольшой внешний диаметр колец 4 мм, из-за чего пальцы рук и сама кисть не теряют гибкости. Перчатка оснащена прорезиненным ремешком, который в случае необходимости легко заменить. Отличается малым весом и устойчивостью к любой гигиенической обработке. Одинаково подходит как на левую, так и на правую руку. Электрический автоматический консервный нож – электрооткрывалка для банок. Принцип его работы прост. Поместите открывалку на крышку банки, которую вы хотите открыть, и нажмите кнопку. Механизм устройства автоматически сцепляется с краем банки и разрезает крышку под ее ободом, не оставляя острых краев, и также автоматически останавливается после завершения цикла резки. Полотно пильное для сабельной пилы предназначено для быстрого и чистого реза красного, силикатного или обожженного кирпича, пористого бетона, пенобетона. Зубья из твердосплавного материала легко справляются с поставленной задачей. Строительный миксер применяется для смешивания технических растворов и строительных смесей. Металлический корпус редуктора обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента. Блокировка кнопки включения значительно уменьшает утомляемость пользователя при продолжительной работе. Имеется прямой доступ к щеточному узлу, что позволяет легко заменить щетки, не разбирая корпус инструмента. Электрический нож для раскройки. Он имеет круглое лезвие, который можно идеально резать ткань для шитья как штор, так и другого домашнего трикотажа. Но нужно учитывать, что выкройку сложной формы им резать довольно проблематично. Тут придут на помощь старые добрые ножницы. Подушва после самого диска помогает прижимать ткань плотнее к поверхности. Таким образом можно делать рез нескольких слоев. Бензиновый бур для земных работ. Применить этот аппарат можно практически везде, где производятся работы с грунтом. Причем не только мягким, но и хорошо укатанным и спрессованным. Это может быть возведение монтажа пор для ограждения, установка фонарных и электрических столбов небольшой высоты. При таких работах желательно, чтобы яма получилась глубже, а грунт около нее оставался твердым и нетронутым. Такое трудно сделать с помощью обычной лопаты, так как для этого придется обкопать значительно шире нужного диаметра, а это ослабит место установки. Лазерный уровень с приспособлением для сверления и пылесборником используется при отделке и декорировании помещений, укладке плитки, монтаже окон и дверей, а также при прокладке трубопровода и электропроводке. Максимальное расстояние замера уровнем составляет 5 метров. Для нанесения меток в корпусе уровня предусмотрено отверстие для сверления. Максимальный диаметр сверла составляет 10 миллиметров. Пневматическое зубило – универсальный инструмент. С его помощью демонтируют различные запчасти кузовов автомобилей, снимают слои штукатурки и старые облицовочные плиты. Зубило стало популярным, незаменимым помощником в автомастерских, на сервисах и в гаражах у домашних мастеров. Для армирования конструкции все чаще применяется пистолет для связки арматуры. Устройство в работе несложное, но значительно ускоряющее процесс изготовления каркаса. Область применения инструмента включает в себя все случаи, когда необходимо вязка арматурных стержней в сетку. Высокая скорость работ, осуществляемых при использовании пистолета, позволяет уменьшить штат работников и ускорить заливку монолитных конструкций. Устройство, предназначенное для ремонта автомобиля, также работающее посредством нагрева рабочей части. Это инструмент, предназначенный для демонтажа закисших деталей и узлов автомобиля. Устройство раскаляет металл до высокой температуры и делает его более податливым к механическим воздействиям. В основном используется для откручивания вековых гаек и болтов у старых автомобилей. Переключатель давления для компрессора. Это конструкция, которая предназначается для автоматического включения и отключения электрического двигателя компрессора. Зачастую его еще называют телепрессостатом или прессостатом для компрессоров. Чаще всего реле используется в конструкции управления поршневыми компрессорами для сохранения в ресивере нужного рабочего давления воздуха. Этот простой станок позволит быстро с высокой точностью восстановить режущие кромки и геометрию изношенных сверл диаметром от 3 до 13 мм. Станок позволяет производить заточку сверл с углами при вершине в диапазоне от 90 до 140 градусов. Вторая плоскость на задней поверхности формируется только одного вида, что дает более стабильный угол при заточке. Компактный размер и малый вес позволяют использовать его станционарно или перенести в необходимое место для оперативной работы. Для приведения станка в рабочее состояние достаточно поставить его устойчиво на горизонтальную поверхность и подключиться к сети 220 вольт. Пневматическая угло-шлифовальная машинка – профессиональный инструмент для ремонта и строительства. Чаще всего применяется при шлифовке обрабатываемых поверхностей, при резке каменных и металлических изделий небольшой толщины с применением абразивных дисков. Угло-шлифовальная машина является беспроводной и работает благодаря сжатому воздуху, который подается с компрессора через шланг либо с помощью отдельного баллона. Магнитный набор точной обработки строгальных ножей. Даже лучшие ножи не будут работать идеально до тех пор, пока не установлены правильно и ровно. Вставьте сменные ножи в соответствующие места в фрезерной головке и идеально выровняйте их с помощью данного приспособления. Правильно выставленные и отрегулированные сменные режущие элементы обеспечат лучшую производительность и максимальный срок службы инструмента. Штангенциркуль со стрелочным отчетом для отчета показаний вместо нониуса имеет отчетную стрелочную головку. В выемке штанги размещена рейка, с которой сцеплена шестеренка головки, поэтому показания штангенциркуля, отвечающие положению губок, читаются на круговой шкале головки по положению стрелки. Это значительно проще, быстрее и менее утомительно для исполнителя, чем чтение отчета по нониусу. Данные отрезные диски для гравера используются для работы по дереву, пластику, камню и других материалов. Набор незаменим в строительных работах, столярке, в работе с металлом, а также производстве мебели. Комплект режущих дисков также подходит для дремеля и шуруповерта. Часто, чтобы собрать все необходимые насадки и размеры режущих дисков, их приходится докупать в набор. В данном случае собран полный набор дисков на гравер всех размеров и конфигураций. Это компактный и мощный паяльник-пистолет, специально разработанный для демонтажа компонентов на печатных платах. Демонтажный пистолет оборудован мощной, но в то же время компактной олово-отсосной системой, а также сменным картриджем с фильтром для легкой замены. Высококачественный двужильный нагревательный кабель может применяться для обогрева пола и отопления помещения. Высокая мощность позволяет использовать его в сложных областях нагрева, к примеру, подвалы, балконы и т.д. Идеально подходит для монтажа в новые здания, часто используется для систем снеготаяния на наружных площадях, для обогрева грунта, для защиты труб от замерзания. Приспособление для хонингования цилиндров используют для финишной обработки рабочих поверхностей цилиндров двигателей внутреннего сгорания, тормозных цилиндров и прочих внутренних цилиндрических поверхностей, требующих точного геометрического размера и параметров шероховатости. Если вам пришлось разбивать лагерь на каменистой почве, то использование специального молотка для забивания колышков палатки в землю будет более эффективным. Его головка изготовлена из усиленной нержавеющей стали. Сам молоток идеально сбалансирован. В нем есть открывалка для бутылок, так что свою энергию, сохраненную с помощью этого инструмента, вы сможете направить на празднование удачно завершенного дня. Сканер отпечатков пальцев для высокоскоростной дактилоскопии. Область применения очень широка. Блокировка с доступом по отпечаткам пальцев, система контроля доступа, персональная идентификация и многое другое. Сканер может управляться компьютером. Такой вариант позволяет не только сканировать отпечатки, записывать их в память и сравнивать с имеющимся, но и просматривать снимки отпечатков. Электрические аккумуляторы повсеместно применяются в нашей жизни. Они используются как первичные электрохимические источники электропитания для переносных или передвижных электроприборов. Представляю вашему вниманию устройство, которое поможет отследить остаток заряда, к примеру, вашего шуруповерта. Индикатор уровня заряда. Он настраивается на любое напряжение из трех вариантов. По умолчанию индикатор выставлен на 12 вольт. Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи позволяет визуально оценить остаточную емкость аккумулятора. Термоскотч. Лента с высокой диэлектрической прочностью и большей термоустойчивостью. Термоскотч покрыт слоем силиконного клея, который не остается на поверхности и не оставляет следов, при этом хорошо удерживаясь на ней в процессе работы. В основном термоскотч используют при пайке с помощью термофена для защиты необходимых участков печатных плат от перегрева. Также подходит для электрической изоляции в катушках и трансформаторах. Для расширения функционала такого инструмента, как электродрель, прибегают к использованию ее в качестве фрезера по дереву. Использование фрезы по дереву для дрели позволяет осуществлять различные виды обработки изделий из древесных видов материалов. Выполнить чистовую обработку не получится, так как дрель имеет небольшую частоту вращения патрона, что не позволяет осуществлять качественную зачистку. Фреза по дереву для дрели представляет собой конструкцию, состоящую из хвостовика и рабочей области. Хвостовик фиксируется в патроне рабочего инструмента, а форма рабочей части зависит от определенного ряда выполняемых технологических операций, для которых предназначается насадка. Если вы вдруг решили что-то расплавить в своей мастерской или добыть золото из старинных часов, в Китае можно заказать графитовый тигель для плавки металлов, который может легко выдерживать высокие температуры. В тигеле можно расплавить до 1 кг металла. Также имеется графитовая крышка для закрытия тигеля. Алюминиевая лента используется для проведения всевозможных строительных и монтажных работ при производстве бытовой техники, мебели и других изделий и оборудования. Защищает от коррозии, герметизирует стыки и отражает тепло. Алюминиевая лента представляет собой двухслойное полотно и склейкой основы и фольги. Педали для аппаратов созданы, чтобы упростить проведение процедур и оптимизировать работу мастера. Это очень удобно и сильно экономит время. К некоторым моделям устройств педаль уже прилагается в комплекте, а некоторые идут без нее. Если вы решили приобрести этот нужный элемент, то можно купить на Алиэкспресс по очень вкусной цене. Педаль старт-стоп, то есть включение-выключение. Чтобы начать работу, нужно выставить необходимую скорость вращения мотора на блоке управления аппарата и нажать на педаль. Останавливается поднятием ноги. Может работать совместно с мини-дрелью и аргоновым аппаратом. Пылеуловитель для сверления отверстий. Устройство хорошо прилегает даже к неровным поверхностям благодаря резиновым уплотнителям по контуру. Дополнительную защиту от пыли обеспечивают щетины, облегающие отверстия кондуктора. Для быстрого и своевременного отвода пыли из пылеуловителя предусмотрено подключение к нему шланга строительного пылесоса. Достаточно необычный инструмент, который называется гвоздезабиватель. В отличие от всем привычного пневматического молотка, который буквально выстреливает, скрепляя необходимые элементы между собой, гвоздезабиватель воздействует множественными ударами, имитируя обычный молоток. Таким образом, гвоздь более естественно входит в структуру дерева и обеспечивает плотную фиксацию элементов. Инструмент для резки гипсокартона в значительной степени облегчит и ускорит работу с этим широко применяемым материалом. Устройство представляет собой рукоятку с торцевым поводком, который устанавливается на край листа гипсокартона. После по измерительной шкале на необходимое расстояние выставляется режущая часть инструмента. Мастеру остается просто провести рукоятку вдоль листа и необходимый отрезок для отделки готов. В качестве режущего материала используют ножи от строительного ножа. Холодная сварка имеет двухкомпонентный металл-полимерный состав, который способствует прочному соединению изделий из черных и цветных металлов, а также восстанавливает утраченные элементы металлических конструкций. Холодная сварка обеспечивает высокую адгезию к влажным поверхностям, что в значительной мере расширяет степень ее применения. Ни один автомобилист при обслуживании автомобиля не обходится без домкрата. Современные подъемные механизмы имеют упор в виде чаши с зубчиками, выполненными из металла. Это наносит урон кузову авто, на нем появляются вмятины и царапины. Проблему может решить накладка на подкатной домкрат из толстой прочной резины. Насадка сделана из гибкого упругого материала большой площади, в отличие от обычного стального упора домкрата. Это устройство помогает полностью исключить деформацию, появление царапин и вмятин на кузове авто. Еще одно достоинство – дополнительная устойчивость, благодаря увеличению площади упора. Резина, из которой изготавливается адаптер, способствует надежной фиксации домкрата и поверхности кузова. Прочный, надежный и простой в эксплуатации держатель для плат станет надежным помощником любому опытному радиолюбителю, который занимается ремонтом или конструированием различных электронных устройств, чтобы плата постоянно не двигалась. Это полностью самодостаточный инструмент, причем выгодно отличается возможностью крепить платы размером до 200 мм, и, конечно, меньше. Поворот на 360 градусов на двух параллельных осях. Зафиксировали под нужным углом, чтобы свет не мешал. С поворотом все значительно проще, и выполняйте все необходимые манипуляции. Корпус выполнен из устойчивых к физическим нагрузкам и температуре материалов – металла и прочного пластика, что выделяет эту разновидность из ряда других, более дешевых и хрупких пластмассовых аналогов. Профессиональная пневматическая дрель работает с помощью сжатого воздуха под давлением. Предназначена для сверления в металле, древесине, пластике, а также при необходимости сверления без удара. Идеально подходит для работы в помещениях с ограниченным пространством, применяется в автомобильных сервисах и в промышленности. Позволяет пользоваться аппаратом, не прилагая больших усилий. Скорость вращения составляет 1460 оборотов в минуту, а рабочее давление – до 6 атмосфер. Шлифовальная машина с пристеночным ограждением. 60 сантиметров рабочего диска отлично подходит для проведения работ в небольших помещениях. Она эффективно применяется для упрочнения поверхности бетонных полов путем втирания. Машина оборудована экономичным двигателем. Адаптер на гравер для установки насадки под прямым углом, что позволяет работать в труднодоступных местах с повышенным комфортом использовать фрезы, отрезные или шлифовальные круги. По сути, это обыкновенный угловой редуктор с косозубыми шестернями и коэффициентом передачи один к одному. При желании адаптер можно разобрать для доработки или обслуживания. Он фиксируется на гравере при помощи гайки. 12-гранное основание адаптера входит в такое же отверстие головки, за счет чего рабочую часть можно повернуть по оси в 12 различных направлениях с шагом в 30 градусов. Выравнивание кафеля при укладке – задача не из легких, особенно если этим занимается непрофессионал. Чтобы ровно и аккуратно расположить плитку на полу или на стене, можно воспользоваться специальной системой. Главное преимущество использования системы – автоматическое выравнивание двух смежных элементов по одному уровню, поэтому между ними не будет перепадов высот. Горизонтальная плоскость получается идеально ровной. Значительно упрощается скорость укладки, и даже у неопытного плиточника получается профессиональный результат. Но прямые руки все-таки иметь нужно. Паяльник с регулировкой температуры Благодаря регулятору температуры можно паять самые нежные элементы, которые боятся перегрева. Расстояние от ручки до жала меньше, чем у классических паяльников, что добавляет комфорта при работе и позволяет лучше ощущать деталь. Жала на данный паяльник можно устанавливать как медные, так и стальные. Благодаря легкой замене жал и регулировке, паяльник охватывает широкий спектр работ, начиная от пайки СМД-компонентов, микрофонов, динамиков, коннекторов в смартфонах и планшетах, заканчивая пайкой конденсаторов на материнских платах. Нагревательный элемент керамический. Жала одевается непосредственно на нагреватель, благодаря чему минимизируется потеря тепла и сокращается время разогрева. Транспортир-угломер Фактически представляет собой шаблон, состоящий из двух плоскостей, заданным углом между ними. Транспортир измеряет внутренние и наружные углы. Измерение углов между поверхностями и величины наклона необходимо при выполнении самого широкого вида работ. Однако чаще всего угломеры востребованы в следующих сферах деятельности – строительство, слесарное дело и деревообработка. Заглушки-шляпки для саморезов применяются при установке обшивки салона в микроавтобусах или фургонах. Также будут полезны при отделке мебельных изделий, позволяют обеспечить более прочную фиксацию элементов, придают эстетичный и законченный вид интерьера. Адаптер-переходник для туристических газовых горелок, плиток, ламп служит для подсоединения цанговых, штоковых или дихлофосбаллонов к газовым приборам, предназначенным изначально для эксплуатации с резьбовыми баллонами. Тем самым получается удешевление расходов на газ, так как баллоны с цанговой горловиной намного дешевле резьбовых. Адаптер устанавливается в цанговое крепление баллона, и верхняя часть переходника поворачивается до упора по часовой стрелке. Переходник плотно фиксируется на баллоне. Кепка с вентилятором на солнечной батарее. Как несложно догадаться, не требует батареек. Вентилятор питается энергией солнца. Крепится он к козырьку, в котором сделано специальное отверстие, через него поступает вентилируемый воздух. Ваша голова в прямом смысле этого слова будет свежая. Кепка-вентилятор регулируется по размеру, как стандартная бейсболка. Шлифовальный круг Коралл используется для тщательного удаления ржавчины и устаревшей краски с металлических поверхностей при подготовке перед покраской с помощью УШМ. Диск имеет открытую пористую структуру, что обеспечивает высокий ресурс работы. Также может применяться для зачистки таких материалов, как древесина, чугун, искусственный камень, керамическая плитка, гранит и т.д. Рабочие обороты болгарки при использовании этих кругов рекомендовано 3-4 тысячи оборотов в минуту. Кондуктор для врезки мебельных петель станет незаменимым помощником любого мебельщика, да и просто пригодится в быту. Инструмент позволяет легко и точно устанавливать двери шкафов, используя потайные петли диаметром 35 мм. Данный шаблон обеспечит точное выравнивание петли, что гарантирует ровную и точную установку двери без перекосов. В кондукторе предусмотрен зажимной механизм, на котором нанесена разметка. Также в комплект входят сверло Форстнера и ограничитель глубины сверления с пружиной для возврата в исходное положение. Цифровой бесконтактный тестер напряжения с функцией мультиметра. Оснащенный большим жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой. Также есть фонарик и нейлоновый шнурок для удобства ношения на запястье. Тестер позволяет бесконтактным способом определить напряжение в сети, фазу, а также прозвонить проводку на обрыв. Встроенный мультиметр предоставляет возможность измерения напряжения силы тока, сопротивления частоты и емкости. Биметаллическое пильное полотно для сабельной пилы. Специально создано для реза пористого бетона, пенобетона и газобетона красного кирпича. Чистый рез обеспечивается благодаря зубьям с твердосплавными напайками. Для уменьшения деформации в процессе работы на полотне имеются ребра жесткости. Циркулярная пила с глубиной реза до 30 мм. Позволяет резать различные породы дерева, а также камень, керамику и металл. Для этого в комплекте идут три сменных режущих диска. Используются диски диаметром 125 мм. Пила имеет мощность 1050 Вт и скорость холостого хода 5500 оборотов в минуту. Циркулярная пила легкая и компактная. Она имеет удобный рукоять с противоскользящим покрытием. Также на корпусе присутствует упор под вторую руку. Чистый и точный рез производится благодаря двум пильным дискам, вращающимся в противоположных направлениях. То есть резать можно как вперед, так и в противоположную сторону без обратной отдачи. Рулетка с разметочным шнуром и съемным подвесным пузырьковым уровнем. Шнур позволяет не только провести прямую линию, но и осуществить идеально ровную разметку. Для этого в рулетке засыпается порошковый маркер, который окрашивает разметочный шнур и переносится на поверхность. Помимо вертикальной и горизонтальной разметки, шнур можно использовать и в качестве отвеса. Ленточный шлифовальный станок, он же гриндер, это приводное устройство для шлифовки различных поверхностей, снятия слоя краски или ржавчины, а также заточки инструментов. В конструкции такого прибора есть группа роликов, через них проходит шлифовальная лента необходимой зернистости. Ведущий ролик соединен с выходным валом электрического двигателя. Для устранения растяжения ленты при продолжительном ее использовании предусмотрен механизм натяжения одного или нескольких роликов. Регулируемый блок питания позволяет устанавливать скорость вращения от 4 до 9 тысяч оборотов в минуту. Пневматический шуруповерт пистолетного типа обладает минимальным уровнем шума и вибрации, что делает его максимально комфортным в работе. Шуруповерт оснащен шестигранным патроном, благодаря чему мастер может использовать самую разнообразную оснастку. Инструмент работает при давлении 6 бар, при этом расход воздуха составляет 280 литров в минуту. Устройство работает на скорости 1700 оборотов в минуту, при этом крутящий момент составляет 15 Нм. Компактные размеры и небольшой вес модели всего 1 кг, а также низкий уровень шума обеспечивают комфортную и длительную работу без усталости. Уверен, что люди, которые интересуются фонарями, видели много габаритных размеров таких устройств, но эта находка должна вызвать у вас, если не восторг, то точно удивление. Астролюкс МФ-05 – самый мощный фонарь, который можно купить на Али. Сам комплект состоит из фонаря, голова плюс ручка с двумя кассетами внутри, ремня, ручки с вентилятором, переходника для резьбы под штатив и винтиков для крепления ручки. В полном сборе вес фонаря составляет 4 кг. Дизайн особо не отличается от привычных нам фонарей, имеет много ребер жесткости и накатку в виде ромбов на рукоятке. Фонарь питается от размещенных в нем двух кассет на 8 аккумуляторах 18650 мА, по 4 аккумулятора в каждой кассете. Они соединяются амортизирующим подпружиненным медным пином, который мягко, как поршень, ходит в корпусе. Для меньшего ощущения веса фонаря можно использовать ручку, которая идет в комплекте. Помимо удобства, она выполняет еще роль вентилятора для фонаря. Работает он от аккумулятора 21700. Цена мега огромная, но рейтинг и отзывы отличные. Светит на расстоянии до трех километров. Алюминиевая наклонная платформа. Продавец утверждает, что главное ее предназначение – это деревообработка. Но, думаю, негабаритные металлические детали тоже можно будет обрабатывать. Конструкция банально простая. Барашек, поршень и распорки при вращении в одну сторону выставляют любой удобный угол, а в другую складывается и превращается в небольшую платформу. Размеры рабочей поверхности 150 на 100 миллиметров. По всей площади рабочей части есть отверстие с резьбой под болт М6 для плотной фиксации заготовки. Профессиональный малярный валик, позволяющий вам красить стык стены с потолком ровно и быстро, без заклейки малярным скотчем. А главное, без постоянных перестановок стремянки во время покраски. Может использоваться без штанги. На сегодня у меня все. А теперь давайте перейдем к конкурсу. Условия максимально просты. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк и написать комментарий под этим видео. Как только мы наберем 200 лайков, я выберу победителя, который получит 200 рублей любым удобным путем, а результаты конкурса опубликую на своем лайв-канале. Я всем желаю удачи и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok